Как усилить действие силденофила? Можно ли увеличивать дозу силденофила, если частый приём? Какой вред? Можно ли увеличить дозу силденофила, чтобы увеличилось и количество времени до оргазма? Почему я принял силденофил или виагру и не подействовала? Какой вред организму наносит виагра и силденофил? Как влияет на простату? Что лучше и сильнее силденофила? Чем запивать силденофил, как правильно принимать? Разжёвывать, не разжёвывать. Разжёвываем информацию про силденофил. Итак, у меня уже много видео на канале есть в плейлисте «Важно для мужчин». И я в ссылочке после слова ещё размещу для вас этот важный плейлист. В нём вы сможете найти множество видео про виагру, про силденофил, про тадолофил и другие препараты. Вообще в этом плейлисте уже есть ответы, видео-ответы на 90% ваших вопросов. Мужчины, которые зреют в вашей голове или же беспокоят вас. Ищите этот плейлист, просто касайтесь пальчиком и переходите по ссылочке. Итак, как усилить действие силденофила? Если честно, мне до конца непонятен мотив, зачем. Но этот вопрос очень часто задаваемый и под моими видео в этом плейлисте, который я ниже разместила, и даже в аптеке. Говорят, что как-то не так действует или плохо действует. Но давайте по порядку, по пунктам будем вместе с вами разбираться, так сказать. Итак, что может усилить действие силденофила или увеличить эффект от виагры? Мне известны только лекарственные препараты. А это ритонавирон, если его принять 500 миллиграмм два раза в день в сутки, то 300% сильнее эффект будет от силденофила. Итак, это препарат ритонавирон. Но зачем усилить так силденофил или же виагру? Итак, риск есть превышение дозировки. Зачем так рисковать? Мне как-то это очень непонятно. Тем более, дорогие мужчины, очень часто, зная вас, зная людей, психологию человека, все мы боимся побочных эффектов. У меня есть отдельное видео, что такое побочный эффект, что это значит и стоит ли их бояться. Но в этом случае, я думаю, с этим рисковать нельзя. А кто принимает препарат ритонавирон и принимает силденофил или виагру, стоит быть осторожными. Еще, что усиливает прием силденофила или виагры, или эффект от силденофила и виагры, это циметидин, но этот препарат вам не будет знаком. А вот, наверное, кетоконазол, и троконазол, которые вы многие пьете от грибка, вот они могут сильно усилить эффект силденофила или виагры. Также сюда еще относится и эритромицин. Были исследования, множество исследований, и уже выявлено, доказано, что повышается концентрация в плазме силденофила и уменьшается выведение силденофила или той же виагры. И вот оно и усиливает эффект. Можно ли увеличивать дозу силденофила? Опять же, такие множество комментариев. Я примерно идею из этих комментариев беру идею. Но вопросы звучали по-разному. Мне опять непонятно, зачем. Для чего ее увеличивать, если и так препарат прекрасно работает в правильной дозировке. Даже малые дозировки препарата хорошо работают. Силденофил. Разовая дозировка 50-100 мг. Зачем его увеличивать? Работает препарат 6 часов. И в инструкции по правилам приема разработчиками, медиками, фармацевтами доказано, что дозу увеличивать не стоит. Далее. Я принял силденофил, 50 мг, 100 мг не подействовало. В чем проблема? Это левый силденофил или же я взял дженерик какой-то плохой фирмы. То есть все, что угодно мужчины придумывают, но никак не задумываются о том, как сами они помешали сработать или подействовать в виагре или силденофилу. У меня уже есть видео на эту тему. И я его размещу в комментариях. Не в комментариях, извините. В описании и после слова «Еще». Оно уже есть в плейлисте. Важно для мужчин, которым я выше поделилась. И если вы там прошуршите по видео, а их там около 200 штук, вы найдете много ценной и полезной для вас информации. Поэтому я сейчас не буду рассказывать, почему силденофил или виагра может не подействовать. Какой вред наносит частый прием силденофила? Вред. Я знаю людей, которые годами принимают этот препарат. Чем может навредить? Ну, первое время обычно жалуются на побочные эффекты. А именно, это головная боль, вот покраснение лица и жар в лице. Это наблюдается. Иногда даже фармацевты, врачи могут по лицу заметить, что вот этот человек принимает препараты из группы силденофила, например. Да, у него красное лицо. Но хочу вам сказать, что есть много заболеваний, при котором лицо может быть покрасневшее. Только специалисты определяют, что это краснота или такой нездоровый румянец от силденофила или же от этой виагры. Значит, большие побочки, да, покраснение лица, жар, головная боль, диспепсия, ренит, нос может закладывать, и зрительные нарушения. Вот в основном то, о чем жалуются мужчины в комментариях и здесь, в аптеке. Значит, далее. Как влияет на простату? И какая другая польза может быть от этого препарата? Значит, на простату это расслабляет выводные протоки предстательной железы, улучшает показатели спермограммы, спермограммы, устраняет проявление депрессии и тревожности. И еще дает многим мужчинам уверенность в себе, повышает мужскую силу, а уверенность в себе – это большое дело. Неуверенный в себе мужчина, он никогда не сможет не работать хорошо, не зарабатывать хорошо, не добиваться каких-то там успехов в жизни. Поэтому это большое дело. Как долго можно принимать? Принимать можно годами. Его реально принимают годами, и со всеми все хорошо. Если правильно назначен, условия применения соблюдались, инструкция соблюдалась на применение, все хорошо. Что лучше и сильнее силденофила? Тадалофил и варденофил, но, опять же таки, используя назначение врача, или нет, не должно у вас быть противопоказаний на прием тех препаратов, изучить хорошо инструкции. Силденофил с алкогольными напитками. Тут в аптеке это трэш. Говорят, что можно, пьют и все хорошо, но силденофил с алкогольными напитками нельзя. Даже в инструкциях некоторых фирм, компаний, которые производят этот препарат, написано, что это недопустимо. даже если вы пьете силденофил и употребляете через какое-то время, ну вот в этом промежутке, что вы выпили силденофил, алкогольные напитки, это тихая смерть для печени. Печень такой орган, который умирает медленно и болеть начинает, когда там осталось работать 10-30% печени, тогда только печень болит. Печень не болит, кстати. Поэтому, если вы хотите распрощаться медленно и уверенно с печенью, то силденофил с алкогольными напитками. Значит, плюс еще. Именно силденофил, если использовать и применять с алкогольными напитками, именно алкоголь снижает эффективность силденофила. Чем запивать же его? Точно, ни коньяком, ни шампанским, ни вином, ни бренди и так далее и тому подобное. Чистой водой. Немножко водички запиваете. Не разжевывать, разжевывать, разжевывать и проглотить можно. Если после того, как вы покушали, слабый эффект. Силденофил и артериальное давление. Уйма вопросов на эту тему. А у меня есть целое видео на эту тему. Поэтому, уважаемые мужчины, в плейлисте про важное для мужчин, там уже есть информация на этот счет. У вас очень много вопросов, на которые я уже не успеваю отвечать. У вас есть такие вопросы, когда или с ошибками написано, и я не могу даже смысл понять. Я понимаю, что многие пишут из-за границы, кто знает плохо русский язык, но если вдруг я не ответила на вопрос, значит, что-то мне в нем было непонятно. Или редкие вопросы, на которые есть уже видеоответы, я тоже пропускаю из внимания. А про Виагру, про Силденофил, заходите в тот плейлист, который в описании, после слова «Еще». Очень много про него уже есть снятых видео. Смотрите, эти видео не устаревают. Информация очень своевременная и злободневная, потому что я вижу, что происходит, с каким успехом вы, в кавычках, принимаете Виагру или же Силденофил. Если вам была полезна эта информация, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписался. Вам это ничего не стоит, тем более будете каждый раз получать новую интересную информацию. У меня видео выходят на разные темы, подписывайтесь и давайте будем дружить для того, чтобы вы были здоровы, не навредили себе и жили долго, счастливо и были супер-мужчинами. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok